Антифа обвиняется в яростном противодействии к Калифорнийскому маршу патриотов. Прокуратура предъявила обвинение примерно семи лицам, назвавшим себя антифашистами, в отношении восьми предполагаемых нападений в январе на Тихоокеанском пляже Патриот Марш. Марш организовали сторонники президента Дональда Трампа. Лица, привлеченные к уголовной ответственности, Верховный судья Сан-Диего, были среди группы, арестованные на прошлой неделе в ходе рейдов, совершенных полицейскими и заместителями шерифа по всей Южной Калифорнии. Прокуроры утверждают, что обвиняемые идентифицируют себя как связанные с антифашистами или антифа. Согласно уголовному кодексу, начали организовываться группа из Сан-Диего, а другая из Лос-Анджелеса, как выяснили, за неделю до протеста. Лица на видео скрыты, но это же не Дерек Шовен или Кайл Риттенхаус. Считается, что это один из первых случаев использования обвинений в заговоре с целью совершения беспорядков с упором на предполагаемых членах антифа. В заявлении о возбуждении уголовного дела говорится, что обвиняемые начали преступный сговор с публикацией в социальных сетях 2 января. В Фейсбуке и прочие прелести подобные посты не блокируют и не считают их экстремистскими. Многие из упомянутых в жалобе нападений совпадают с инцидентами, которые были сняты на видео, размещены в интернете. Анализ видеоданных показывает, что в подавляющем большинстве случаев насилия в этом инциденте было совершено бойцами антифа и не было взаимной дракой, когда обе стороны перешли из законного выражения первой поправки к беспорядкам и насилию, отмечается в пресс-релизе офиса окружного прокурора Саммер Стефана. Продолжение следует...